Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Лариса Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. На парковку и в лифт только в маске. В России вступило в силу новое постановление Роспотребнадзора. Ремонт с опережением графика. На улице Арцебушевской приступили к исполнению контракта на 2021 год. Музыка на все времена. В Самаре открылась выставка, посвященная 60-летию группы «Битлз». На минувшей неделе в России введен всеобщий масочный режим. Теперь посещать в маске люди должны не только магазины, общественный транспорт и аптеки. Без средств индивидуальной защиты нельзя заходить в лифт и на парковку. А в Самаре теперь детям нельзя посещать торговые центры без родителей. Об этом стало известно на заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Какие еще решения приняты, расскажем в нашем следующем сюжете. На каникулах школьникам рекомендовано направить энергию на обучающие сайты, которые предлагают педагоги. По возможности соблюдать самоизоляцию и чтобы избежать заражения коронавирусом, не собираться большими компаниями и не гулять по торговым центрам. Для того, чтобы этого не допустить, к середине недели правительствам региона будут приняты распоряжения, которые получат все магазины. Мы с вами знаем, что школьники без присмотра зачастую собираются большими компаниями, ну такое не исключается, и не только в домашних условиях, но в том числе в фудкортах, торговых центрах и так далее. Значит, я бы предложил на этот период рассмотреть дополнительные меры. Да, как справедливо было уже сказано, по занятости детей в этот период, чтобы было чем заниматься, но и по недопуску вот таких компаний на территорию, представляющую опасность с точки зрения распространения инфекции. Главной темой оперштаба стала ситуация с лекарствами для лечения пневмонии и коронавируса в аптеках региона. В последнее время к губернатору поступало немало обращений от жителей, которые жаловались на отсутствие в аптеках отдельных видов препаратов. Чтобы обсудить проблему, Дмитрий Азаров пригласил на штаб руководителя аптечных сетей и напомнил им, что они не просто бизнесмены, а часть системы здравоохранения Самарской области и несут ответственность за жизнь и здоровье людей. Какие запасы, какие лимиты у вас по аптечной сети установлены, как будете обеспечивать свою главную функцию, а то, мне кажется, у нас многие аптеки забыли, что они не просто предприятия торговли, а что они включены, интегрированы в систему здравоохранения, и на них лежит ответственность, что все, что нужно для лечения человека, в аптеках было. Запасы у нас, препараты, которые для лечения пневмонии и коронавируса есть, они небольшие, но они есть. Мы работаем с уступщиками, с производителями. То, что, как в аптеках, зависит, мы все делаем. Сейчас у нас есть антибиотики, азитромицидные, есть противовирусные препараты. Конечно, есть переводы тоже, которые от нас не зависят. Представители аптечных сетей пояснили, что причин дефицита две – ажиотажные спросы, новые правила по маркировке товаров. Сейчас маркировка стала иметь уведомительный характер, и ситуация наладилась. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, дефицит медикаментов спровоцировали и сами жители региона, многие из которых решили закупить медикаменты впрок. Из-за ажиотажа производители не успевают выпускать лекарства, поэтому в некоторых аптеках не было определенных препаратов. Эта проблема также на федеральном уровне. Сейчас решается Минпромторгом и Министерством здравоохранения. Создана была специальная рабочая группа, когда выгружена вся информация по наличию препаратов, по производителям и потенциальным поставщикам. И эта информация распространена по всем регионам, в том числе по нашему. Чтобы не бегать по аптекам в поисках нужного лекарства, лучше проверить на сайте в интернете, в аптеке по какому адресу оно есть. Массово скупать противопростудные препараты не стоит. Лечение антибиотиками должен назначать врач. Бесконтрольный прием таких препаратов может нанести вред здоровью. К тому же у любых лекарств есть срок хранения. Они могут испортиться дома в то время, как могли бы помочь больным, которые в них реально нуждаются. Сейчас ситуация в области нормализована, рассказали представители аптечных сетей. В наличии есть все лекарства, которые выписывают с COVID-19 и с пневмонии. Причем в аптеках сформирован их запас на 45 дней. Коллеги, я вас попрошу за этим отдельно следить. Не забывать, что вы входите в систему здравоохранения, а не просто торговые сети. И ответственность ваша здесь колоссальная, колоссальная за жизнь и здоровье людей. Я хотел, чтобы вы об этом помнили. Мы готовы вас поддерживать, в том числе подключаться по работе с поставщиками, если необходимо. Но за вас мы работать не сможем. В стационарах области также будет сформирован резерв препаратов. На их закупку дополнительно направят более 250 миллионов рублей. Наращиваются и мощности скорой медицинской помощи. С 1 декабря в городе появится еще 10 бригад на станции. Их общее число составит 65. Кроме того, планируется перепрофилировать для лечения пациентов с COVID-19 до 700 коек дополнительно. Что не отразится на оказании помощи людям, страдающим сердечно-сосудистыми, острыми хирургическими и онкологическими заболеваниями. Виктория Шарая, События. В Самаре продолжается мониторинг соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Соблюдают ли заводы Кировского района рекомендации, проверила специальная комиссия. Подробности в нашем следующем сюжете. Надел маску, измерил температуру, обработал руки антисептиком и вперед совершать трудовые подвиги. Алгоритм действий при входе для сотрудников этого предприятия уже вошел в привычку. На хлебозаводе в Кировском районе Самары трудится более 300 сотрудников. Конвейеры выдают новые партии хлеба 24 на 7. В такой ситуации важно соблюдать все меры безопасности. Мы являемся предприятием непрерывного производства и обеспечиваем жителей основным продуктом питания. Скажем так, номер один продукт питания. Поэтому нам ни в коем случае нельзя. Все происходит только в масках у нас и на рабочих местах работники находятся в масках обязательно. В Кировском районе Самары около 20 крупных предприятий. Соблюдение мер безопасности на них контролируют районные власти. Ежедневно представители администрации звонят в организации и напоминают о необходимости соблюдать санитарные правила. Дважды в неделю выезжают, чтобы убедиться, что все меры принимаются. Разные сегменты, разные направления деятельности организации. Ко всем подходим одинаково строго по одной мерке. Эта строгость, она находит полное понимание у принимающей стороны. И мы не видим каких-то нарушений, серьезных нареканий у нас не возникает. Ситуация, как мы все понимаем, достаточно серьезная. Уже не такая, как в марте. Многие проникли действительно в серьезное положение. За нарушение санитарных норм для предприятий предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. И приостановка деятельности на три месяца. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События. На улице Арцебушевской Самаре строители начали укладывать плитку на тротуарах. Гарантия на покрытие 5 лет. Улицу обновляют по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Олег Зверев расскажет подробнее. В рекордные сроки уложен верхний слой асфальта на участке от Маяковского до Полевой на улице Арцебушевской. Комплексный дорожный ремонт выполняется с опережением графика. Подрядчик уже выполняет работы, запланированные на 2021 год. Сейчас по обновленному участку уже ездят машины, а на тротуарах рабочие укладывают плитку. Небесная канцелярия благоволит дорожникам и возможности для работы пока есть. Комплексный ремонт улицы Арцебушевской выполняется на средства национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Это участок от переулка Тургенева до улицы Льва Толстого. Здесь уже нанесли разметку на проезжей части и установили бордюры. До конца строительного сезона планируется обустроить газоны и завершить укладку тротуарной плитки. Для этого сначала формируются щебеночные основания, затем кладут разделительный геотекстиль, слой песка и плитку. В рамках муниципального задания, то есть к муниципальному контракту было выполнено, что плитка должна иметь класс по морозостойкости F200, то есть это достаточно большое количество, то есть это более 200 переходов через ноль. Улица Арцебушевская – одна из ключевых транспортных артерий исторического центра Самары. По ней проходят маршруты городского транспорта и трамвайные линии. В этом году ремонтные работы планируется завершить до середины ноября. Но Арцебушевскую продолжат комплексно благоустраивать и в следующем году. Весной она обновится полностью. Олег Зверев, Василий Калдашов, События. Навязчивые гости. Двор по адресу Свободы, 16, не первый год атакуют настойчивые менеджеры по продаже газового оборудования, стоимость которого превышает рыночную в несколько раз. Люди жалуются, мошенники вымогают у них деньги. Как себя правильно вести, если в вашу дверь постучат такие продавцы, узнала Мария Левина. Ты людей не разложу. Я людей не разложу. С чем я разложу везти? У меня документы не подоставили. Вот документы везти. Это не документы. Человек в форме сотрудника газовой компании пришел проверить оборудование. Жители просят показать документы. У мужчины только самодельный бейдж. Один из жильцов говорит, что организация, под именем которой действует мужчина, не обслуживает их дом. После чего незнакомец спешно покидает подъезд. И такие навязчивые гости в доме 16 по улице Свободы не переводятся. Продавцы настойчиво просят открыть им дверь, после чего пытаются убедить жителей купить у них оборудование. Больше всего наседают на пенсионеров, угрожая тем, что газовые трубы неисправны и в любой момент может прогреметь взрыв. Ребята ведут себя очень неадекватно, то есть нагло, я бы даже сказала. Мне позвонила бабушка с первого этажа, плакала, потому что она запустила его в дом и не могла выгнуть из квартиры. Пришлось вывести его практически за руку, и при этом человек уже в процессе выхода просил подписать бабушку какие-то документы. И давили на психику людям, что необходимо открыть, иначе будет отключение. Средняя цена на газовые счетчики около 2000 рублей, но менеджеры предлагают их втрое дороже. Именно по таким расценкам буквально за пару часов до нашего приезда они продали два счетчика жителю дома Александру Трусову. Пришли ко мне работники, сказали, что по федеральному закону должны устанавливать счетчики, что они работают по всему дому. И поставили мне два счетчика общей суммы 15500 рублей. Я не хотел устанавливать газовые счетчики, вообще был против этого. Но мне утверждали, что по федеральному закону это обязательно. Оплату продавцы принимают как наличными, так и с помощью терминала, что в глазах жителей придает им веса. Причем в этом дворе история с газовщиками длится не один год. Только названия организации постоянно меняются. И учредители оказываются то в Казани, то в Ильяновске. И это неспроста, говорят юристы. Если в названии компании изменится хоть один символ, не говоря уже об учредителях или юридическом адресе, то доказать ее причастность к сделке будет уже невозможно. Чем и пользуются такие фирмы. На этот раз главной офис организации оказался в Санкт-Петербурге. Мы связались с представителями фирмы по телефону, но внятных комментариев получить не удалось. На основании какой разрешительной документации? Вы можете позвонить по номеру телефона горячей линии, вам там все передадут. В Самарском филиале находятся только диспетчеры. После нашего визита к ним руководство фирмы само вышло на связь. По телефону нам заявили, что не давали поручения подчиненным общаться с клиентами в агрессивно-настойчивой манере. В случае, если такие прецеденты случаются, продажники посоветовали сдавать их менеджеров в полицию. Впрочем, к этой мере жители дома уже прибегали. Мы стали гнать их со всех подъездок, а не наголо. Мы вызвали полицию, полиция приехала, забрала. И они увезли. Их после сказали, что отпустили. Если есть такая проблематика, могут граждане к нам обратиться. И мы, соответственно, поставим данный вопрос на контроль. И при наличии оснований в отношении организации будет принято определенный мир. По словам правоохранителей, жители должны быть бдительны. За каждым домом закреплена обслуживающая газовая компания, договор с которой заключает управляющая организация. Название фирмы прописано отдельной строкой в ежемесячных квитанциях квартплаты. Осмотр газового оборудования может проводить только эта организация и только раз в год. Бывают исключения, но о них заранее предупреждает управляющая компания. Указывая точную дату и время проверки в объявлении. Представителей других организаций пускать в подъезд и квартиру не стоит. Если к вам постучался или позвонил в дверь специалист, который одет в форму какой-то специализированной организации, размахивает удостоверением и говорит о том, что он пришел проверять внутри домовое и газовое оборудование. Первое. Позвонить в управляющую компанию. Если управляющая компания скажет, что мы не знаем о такой проверке, дверь не открывается. Даже, может быть, это действительно специалисты, но оповещение соответствующее не прошло, значит, ничего страшного, придут в следующий раз. Следует запомнить, что ваша обслуживающая организация не будет предлагать платные услуги, пытаться что-то продать или установить. В случае, если вы все-таки попались на уловку, у вас есть право обратиться в суд и вернуть свои деньги. Наш материал уже отправлен в соответствующие ведомства для проведения проверки правомерности действий фирмы в отношении жителей 16-го дома по улице Свободы. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События. Благоустройство сквера Аксаковых в Самаре завершится в ноябре. Территорию обновляют по областной программе содействия. Рабочие уже выполнили 80% земляных работ. Приступают к установке стеклянных стендов, на которых будет размещен текст сказки «Аленький цветочек». Подробнее о концепции проекта благоустройства сквера расскажем в нашем следующем сюжете. «Аленький цветочек» в историческом центре Самары. Когда-то именно здесь, на пересечении Фрунзе и Красноармейской, стоял дом, в котором жила семья губернатора Аксакова. Григорий Сергеевич размещался в нем с дочерью Ольгой, которой его отец, писатель Сергей Аксаков, и посвятил всемирно известную сказку. Сквер с пятью фонтанами и массивными лестницами по проекту Петра Щербачева появился здесь в 30-х годах прошлого века. Местные жители решили вернуть первозданный вид этой территории и приняли участие в областной программе содействия. Проект победил и получил софинансирование из регионального бюджета. Это очень интересный, амбициозный проект, на мой взгляд. Мы всегда только за новое, за все, что новое, что происходит в нашем городе. Сейчас смотрим в наши окна и только радуемся каждому этапу следующего построения этого прекрасного сквера. По проекту сквер должен превратиться в современную зону отдыха с удобными лавочками, пятью фонтанами и подсветкой. Изюминкой станут большие стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Аленький цветочек». Это некое блуждание по определенному сценарию, то есть некий такой лабиринт, где стеклянные страницы с абзацами сказки, с отрывками сказки, с иллюстрациями и, соответственно, в определенном дендрологическом обрамлении ландшафтном, потому что каждый цветочек, кустик вокруг этой страницы будет соответствовать определенной ситуации в этом месте сказки. Гуляя в сквере, жители и гости города смогут прикоснуться к истории. Во время раскопок строители нашли здесь фрагменты кирпичной кладки. Оказалось, что это печь из дома Аксаковых. На данный момент принято решение выполнить мероприятие в данном сквере по устройству саркофага на данной кирпичной кладке, чтобы все жители могли при посещении данного сквера наблюдать именно археологические составляющие в данном сквере. Благоустройство на объекте идет по графику. Строители практически завершили земляные работы. Если по трудоемкости, то выполнено, я думаю, где-то 85%. Чистовые и более дорогостоящие элементы, они вот сейчас только на подходе, потому что сложный достаточно производство специфическое. Завершится благоустройство сквера в ноябре. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Цирковые олени-моралы, которые жили в Самарском зоопарке, сменили прописку. Их выпустили в естественную среду обитания. Просторный сафари-парк в одном из самых живописных уголков региона. Как животные адаптировались к новым условиям, выяснила наша съемочная группа. Привыкать к новому месту обитания оленям-моралам придется недолго. Так говорят сотрудники Самарского зоопарка, которые целый год ухаживали за благородными парнокопытными. Животные долгое время выступали в одном из российских цирков. Когда номер с оленями исчерпал себя, дрессировщик отдал морала в питомник, где им было тесновато. Теперь животных выпустили в просторный сафари-парк. После того, как моралы оказались на природе, сразу же поспешили знакомиться со своими новыми друзьями. Расставаться не грустно, расставаться с радостью, потому что это не расставание, это возможность животных побыть в тех условиях, в которых они хотя бы примерно должны встречаться. То есть это не дикая природа, но это огороженный участок дикой природы. За год жизни в зоопарке и без того крупные животные набрали лишние килограммы. Теперь у грациозных оленей будет возможность самим составлять себе меню, питаться подножным кормом, зерном и молодыми побегами деревьев. Кроме того, новые условия помогут моралам скорректировать свое поведение, ведь не все из них обладают покладистым и спокойным характером. Кушали они у нас хорошо, как вы видели, плотные, достаточно упитанные. Кушали фрукты, овощи, овес кушали, сухарики кушали разные. Вели себя, ну опять же говорю, алма достаточно спокойная у нас была девочка, то есть вполне можно было ее и погладить. А Лада нервная, постоянно фыркала, пыталась бросаться, так скажем, угрожала всячески. Вот, вредная девочка, в общем. Сафари-парк в поселке Формальный создавали именно для содержания редких видов животных в природе. Огромную территорию в 60 гектаров оградили забором, установили кормушки и поилки, а также заготовили сено на зиму. Сейчас здесь живут пони, лошади Пржевальского, олененок и лосиха. В будущем к новым постояльцам хотят подселить сайгаков, верблюдов, лам и гуанака. Для жителей гостей региона будут проводить экскурсии, а ученые смогут заниматься исследовательской деятельностью. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Познакомиться с историей и традициями города и увидеть самые узнаваемые достопримечательности. В Самаре прошел интерактивный квест для студентов. Участники посещали разные локации, находили ответы на сложные вопросы. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Волонтеры в элегантных костюмах эпохи 19 века встречают гостей театра оперы и балета цитатами из пьес, классиков русской литературы. Это финальная точка культурного квеста, который объединил всех любителей истории Самары. Студенты уже прошли интеллектуальные испытания в музее Халабина Ильдара Рязанова. Побывали в филармонии на самых живописных улицах города. Там они решали сложные головоломки, разгадывали кейсы и кроссворды, которые подготовили добровольцы. Участники получили массу положительных впечатлений от увиденного. Квест был хороший, замечательный. Мы ходили по локациям, нам давали вопросы, мы их отгадывали, присылали видео, фильмы. Мы также все это смотрели, пытались угадать. В общем-то о квесте впечатления хорошие и это запомнится надолго. Квест придумали добровольцы из Санкт-Петербурга. В 2019 году идея получила поддержку фонда президентских грантов. Самарская область стала пилотным регионом, в котором прошло культурное событие для молодежи. Благодаря нацпроектам культуры и образования, которые инициировал Владимир Путин, квесты будут проводить во всех городах России. Как раз данная инициатива, как культурный квест, поможет развить полонатурские центры в культурных учреждениях и повысить уровень добровольческого сообщества в городе Самара. Все мы знаем прекрасно, что Самарская область – это богатый регион культурой. И нам есть чем гордиться, есть о чем говорить и главное, есть что отдавать и рассказывать. В культурном квесте участвовали около сотни молодых людей. Самые быстрые и эрудированные студенты получили подарки от организаторов. Также участникам вручили памятные сертификаты. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. В Самаре открылась выставка, посвященная 60-летию группы «Битлз». В арт-фойе кинотеатра «Художественный» можно увидеть живописные портреты знаменитых музыкантов, фотографии и другие экспонаты из частных коллекций. Светлана Кудрявцева пообщалась с авторами работ. «Последний луч», «Лунный Леннон», «Звездный дождь» и «Пламенный аккорд». Эти портреты участников легендарной «Ливерпульской четверки» написала самарская художница Мария Пешкова. Свою любовь к музыке «Битлз» она выразила масляными красками на холсте. Образы создавала по ассоциации с голосами и биографией музыкантов. «Леннон и Харрисон, они уже ушли в другой мир, и поэтому у них более мистические образы. Леннон вот в таком сумеречном свете, в разговоре в каком-то, о чем-то недосказанном. Харрисон увлекался индийской культурой, восточной философией, и мне показалось, что он должен был уйти, растворившись в солнечном свете». Выставка, посвященная 60-летию образования группы «The Beatles», открылась в арт-фойе кинотеатра «Художественный». Здесь не только живописные портреты музыкантов, но и фотоколлажи, которые рассказывают о жизни каждого участника прославленной «Четверки». Журналы, пластинки, снимки из частных коллекций. Потому что сегодня «Битлз» не просто музыкальная группа, которая в 60-е годы прошлого столетия завоевала мир, но это целая культура. «В этой культуре есть свой язык, свои персонажи, герои. Своя драматургия, свои ландшафты, эмоции, эстетика. В чем гениальность этой «Четверки»? И именно гениальность такая же, как когда мы говорим о музыке великих композиторов, там Шуберт, Бетховен и прочее. Потому что каждый раз, когда мы соприкасаемся с творчеством «Битлз», мы открываем что-то новое. Эта музыка перевернула весь мир. И классические, и другие варианты, и кто только не исполняет, и джаз, и рок, музыку, песен «Битлз». Прозвучали хиты и в этот раз в исполнении юных самарских музыкантов и студентов Института культуры. Мне приятно, что молодые люди приобщаются к культуре «Битлз», слушают «Битлз», потому что «Битлз» – это вот здесь, это любовь. Увидеть на выставке можно не только фотографии «Битлов», но и десятки снимков, сделанные самарским фотографом Антоном Синько во время самых ярких музыкальных фестивалей, которые проходят в регионе. Например, фестиваль «Битлз», который проходит уже здесь не первый год в Самаре. Также фестиваль «Битломания», который проходил в Тольятти. Это рок-музыка, соответственно, это эмоции. То есть очень интересно фотографировать. Посетить экспозицию можно до 15 ноября. В ход свободный. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok